Здравствуйте туристы и милитаристы! Нож Корсар производства Кизляр Суприм предоставлен магазином Кизляр Экстрим. Общая длина ножа 220 миллиметров, длина клинка 110 миллиметров, толщина по обуху 2,4 миллиметра, ширина 29, столько здесь АУС-8 стоит и вес ножа 124 грамма. Очень меня впечатлил нож на уличном тесте, как я уже и говорил, что вначале мы построгали на улице, порезали, порезали, попробовали, неудачно порубили, рубка не получилась из-за того, что нож очень легкий, он действительно не его. Но зато строгание было просто песня. С учетом того, что в лесу мы гораздо чаще строгаем, чем рубим, и это совершенно очевидно, это совершенно правильно. Я считаю, что он просто показался как замечательный походный нож, по крайней мере, вот именно с этой точки зрения. И даже мы им побатонили слегка. Насколько я вижу, вот макросъемка потом покажет, но насколько я вижу сейчас, нету никаких заминов, повреждений. Одним словом, поехали. Ну и с учетом того, что 2,4 на обухе, я, конечно, жду от него какого-то просто чудного реза на кухне. С другой стороны, в лес я специально, ну не в лес, там, а в парк. Я его вывел в первую очередь специально, с учетом того, что все-таки восьмерка. Ну, будем честны, сталь, она не то чтобы мягкая, но немного мягковатая, оно и понятно. Нержавеечка. Мне нравится очень АУС-8, то есть я просто, скажем, ну не фанат, я поклонник этой стали, потому что, скажем, большинство ножей, которые я взял бы с собой в лес, они именно с восьмеркой на стали, потому что эту сталь гораздо легче обслуживать, и от нее гораздо меньше ждешь каких-то бяг в походе, каких-то неожиданностей, там, поломок и прочее, прочее. Картофель он чистит хорошо. Не могу сказать, что прям замечательно. Я скажу так, что с таким обухом он обязан, в принципе, и с таким вот строением клина он обязан хорошо чистить картошку. То, что у меня немного неровные, получается кожура неровная, очистки, это я признаюсь вам опять в очередной раз. Правую свою руку чуть-чуть повредил, поэтому у меня просто болит вот эта вот связка. Приходится опять какое-то время носить фиксирующую повязку. Ну, в общем, замечательно. Мне очень нравится. Почему у меня восторга нету в голосе? Потому что, действительно, когда ты чистишь картофель очень хорошо, ножом, там, с 5 мм на обухе, это приводит в замешательство, восторг и так далее, и так далее. В данном случае это ожидаемо хороший результат. Вот то, как он строгал, с учетом того, что это тоненький нож, то, как он себя вел в лесу у меня, вот это привело меня в восторг. Действительно, такая, обязательно, кто не смотрел, посмотрите лесной, ну, уличный тест этого ножа. Это просто какая-то, ну, нереальная, огромная стружка. То есть, он просто выкусывал, по-другому не скажешь, куски дерева из этого вот нетонкого, скажем так, ну, полежка, будем считать. И тема сегодняшнего нашего разговора, моего монолога, а потом нашего с вами диалога, конечно же, пираты. Ну, а как иначе? Нож-то корсар называется. Ну, и, может быть, она покажется немножко такой сумбурной, может быть, в конце будет философской. Почему? Потому что мысли у меня пошли таким вот образом, когда я о пиратах думаю. На самом деле, ведь, по сути, именно пираты – это пример, тема пиратов – это пример двойных стандартов, реальных двойных стандартов. Почему? Сейчас объясню. Ну, кто из нас не зачитывался пиратскими книгами в детстве? Там «Остров сокровищ», конечно же. Потом «Одиссея капитана Блада» Рафаэля Саботини. Безусловно. Но «Капитан Блад» там вообще четко все. Там настолько героизирован этот образ пирата, настолько он благородный, что его и пиратом-то назвать, скажем, по большому счету, рука не поднимается. Что касается «Остров сокровищ», то здесь на самом деле немножко иначе обстоит дело. Почему? Потому что само по себе литературное произведение, ну, скажем, нифига себе, он даже картофель разрезает без хруста, как кухонник. Роберт Льюис Стивенсон изображает пиратов в «Острове сокровищ», ну, реально кровожадными уродами. Действительно. То есть он немножко так их как бы приукрашает, но ты понимаешь, что это действительно преступники. И Джон Сильвер у него такой конкретно отрицательный персонаж. Блин, как только сняли фильм. Фильм, конечно же, не какая-нибудь там шняга, а наш советский фильм. То Олег Борисов изобразил, ну, настолько он, настолько сделал этого Джона Сильвера симпатичным, своей вот талантливой, гениальной игрой, что ну, ну, совершенно ты не понимаешь, ты смотришь на этого Сильвера и не понимаешь, что ты действительно злодей, что это воплощение зла по большому счету. Ничего подобного. Уже сразу ты и собереживаешь Сильверу, и он становится чуть ли не любимым твоим героем в этом произведении. А все почему? Потому что, ну, вот изначально, вот согласитесь, идет какая-то действительно подмена каких-то ценностей, двойная система ценностей. Почему? Потому что, начиная от викингов и заканчивая, я не знаю там кем, заканчивая Сашей Белым, реальных каких-то, ну, разбойников, реальных каких-то преступников принято героизировать, назовем это так. То есть, принято изображать хорошими, славными парнями. И, конечно же, пираты не избежали этой участи. То есть, по большому счету, кто такие пираты? Это преступники, которые промышляли разбоем, ну, и сопровождали все это насилием, грабежами, там, убийствами, поджогами и прочим-прочим. Ну, я не говорю, ладно, за фильм, там, остров сокровищ. Самый знаменитый, конечно же, фильм про пиратов, это «Сокровище Карибского моря». Ну, он такой, сказочка. На самом деле, фильм мне очень нравится. Я считаю, что это лучшая роль Джонни Деппа, роль Джека Воробья. С картошкой разобрались, все замечательно. Поехали по луку. Так вот. И получается у нас... Получается у нас нарезка лука просто изумительная. Реально кухонник. То есть, если я говорю, иногда хвалю ножи и говорю, он режет как кухонник, то это прям не как, он реально кухонник. Вы смотрите. Какой угодно величины кубики, абсолютно ровно, ничего не расползается, рез аккуратный, просто супер. Или взять того же самого знаменитого, ну, наверное, это самый знаменитый пират, Генри Робертович Морган. Казалось бы, ну, реально урод уродский. Но повезло ему с чем? С тем, что когда он сколотил свою шайку, и они накопили на первый корабль, и он начал грабить подряд корабли и города, и когда за ним действительно закрепилась слава очень удачливого и такого грамотного стратега, грамотного капитана, и когда под его началом действительно большая собралась команда, то ему реально повезло в том, что он был уроженцем, как бы, британской империи, и дуплить он начал в первую очередь испанцев. А в то время было все очень просто. Как бы, вот, и вот это я с детства не могу никак понять. С одной стороны, все объяснимо. Если ты грабишь и убиваешь все корабли, кроме британских кораблей, то, по сути, ты молодец. И вот такой вот херней, по большому счету, через какое-то время стала вся Европа заниматься. То есть, пиратов превратили в каперов, и они стали такими благородными чуваками. То есть, испанцев не жалко, их можно убивать, резать просто по беспределу. Почему? Потому что, ну, Британия так или иначе постоянно находилась практически в состоянии войны с Испанией, и в конце концов победила в этой войне. Шикарная нарезка лука, просто шикарная. Поехали томатики попробуем. Так, это у нас какой-то получился битый, и мы его определим к картошке. Сейчас я специально молчу, чтобы вы по звуку слышали. Видите? Вот здесь подскользнулся, но я вам могу сказать, вот конкретно этот томат очень мягкий. Он действительно очень мягкий. То есть, потом, через какое-то время, ты начинаешь понимать, что эта политика, она никуда не ушла. Все как есть. Ты можешь гасить кого угодно, главное, будь лоялен тому самому хозяину. Посмотрите. Я не знаю, видно, нет. Сейчас посмотрим. Можно название через помидорную дольку прочитать. Просто шикарно, шикарно нарезает. Ну, в общем и целом, пираты получились у нас через какое-то время. Славными парнями все. И потом начинаешь думать, а почему вот так? Все очень просто. Потому что люди во все времена не доверяют и разочаровываются. Посмотрите, какая прелесть. Ну, реально прелесть. Разочаровываются во власти. То есть, будь то, я не знаю, там, британский король, будь то шериф из Нутингема, кто угодно. Потому что власть не выполняет свою функцию. Она, вместо того, чтобы защищать обычных людей, она, наоборот, грабительски себя ведет в отношении обычных людей. И, скажем так, за деньги или по глупости своей потворствует тем же самым пиратам. И получается, что пираты молодцы, а стражники мудаки. И мне, кстати, вот, опять же, я с детства, когда над этим думал, немножко вот проскальзываем, но я повторю, очень мягкий томат сейчас. Было обидно, в первую очередь, именно за честных стражников. Ну, там, за честных, я не знаю, ментов, полицейских, как угодно назовите. То есть, у нас, получается, народная молва всегда выставляет гаишника взяточником. То есть, априори. Пацанов из фильма «Бумер» классными ребятами. А проблема в том, что, блин, ну не все гаишники взяточники. Реально есть честные. Я в это верю. Действительно, так оно и есть. То есть, получается, что о людях даже и доброго слова никто не скажет. Как-то вот так вот у меня кругом пошла мысль. Но пиратская сама тема, она, конечно, очень раскручена. Пираты, индейцы, с детства, это просто супер. Ладно, с детства, ребят. Положа руку на ногу, скажите, кто из вас в возрасте, сейчас посчитаю, ну скажем, в возрасте от 20 до 60 лет, столкнувшись с компьютерной игрой «Корсары 2», не просиживал за ней просто сутками. Просто это какой-то был кошмар. Это просто выпиленные реально недели из жизни, потому что это было так интересно построить свой флот, построить свои корабли, надавать 7 дюлей. Просто супер. Просто супер. Нож порезал помидор. Вообще замечательно. Вот с таким ножом, когда работаешь, можно за разговором запросто реально большую поляну накрыть. Потому что просто получаешь удовольствие от процесса. Спокойно себе. Вот этот вот огурец, который по твердости не уступает полену, сказал про полены и сразу вспомнил, что все-таки за швайзер, блин, сперли мою полену любимую из тестов. Вот вы похвалили вот сейчас новую новую вот эту колоду, да, в комментариях похвалили. А на самом деле она не такая удобная, потому что она низкая и там не так удачно. Ну, короче, место не такое хорошее, как с прошлой, потому что там проблемы с фокусом реально. Когда снимаешь, постоянно тяжело фокус держать. Супер. Никаких комментариев не нуждается, ничего. Просто, ну, реально, вот уровень отличного кухонника. Без проблем. И возникает сразу вопрос. Ну, то есть, про пиратов я закругляюсь. Больше о них нечего сказать. Мне интереснее послушать ваше мнение. Насколько вот эта вот система, ну, то есть, получается, выкрасить в белое можно все, что просто казалось в свое время, не казалось, а реально было. Ведь, по большому счету, пирата, если ловили, самым, самым, самым прикольным для него вариантом было быть заклейменным и сосланным в рабство. Это самое прикольное. А в большинстве случаев просто вешали и не запаривались. А сейчас герои, мало того, прям такие няшки. Так все и происходит. А теперь о ноже. посмотрите, что я делаю. Для тех, кто мало моих тестов смотрел, я объясню. Маринованная паприка, я ее очень люблю добавлять в салат, всегда добавляю практически. Это очень-очень компризный продукт. Она реально показывает, насколько хреново заточен нож, если он хреново заточен. Почему? Потому что мягкая вот эта кожица, она более даже глянцевая, чем у томата, но при этом она мягкая, и нож, если плохо заточен, он начинает давить ее, скользить, как-то выделываться и прочее. То есть обычно я нарезаю, просто ставлю вот так прижимаю паприку к доске, нарезаю, если нож вот так ровно нарезает, то это действительно для меня это показатель, потому что на этом продукте ни один тупой нож нормально не будет работать. А сейчас я делаю еще сложнее, я даже не прижимаю, я просто ставлю вот эту штучечку, рогулечку такую, но надо сказать, все-таки приходится не одним движением разрезать, а сделать парочку. Но самое главное, что папричка у нас не продавливается. Так что нож замечательный, и я могу сказать, что потом, конечно, на обзоре добавлю своих мыслей. Очень прикольный здесь орех стоит. Орех, кстати говоря, не на колладе, не на корсаре после контакта с водой не стал махрить, не полез щетиной. То есть вот как он был гладкий, он после помывки, после влажной среды он таким гладким и остался. Это большой плюс с учетом того, что я какой-то особой пропитки все-таки не вижу здесь. курочка. Ну и сходив вот на улицу с этим ножом, сейчас порезав продукты, начинаешь действительно постоянно задавать вопрос. Вот я реально фанат больших ножей. И мне, конечно же, нравится идти куда-то в лес, на выход, в поход с ножом. Ну, пускай будет 5 миллиметров на обухе с каким-то таким мощным тесачком просто для того, чтобы был запас прочности. Но когда вот таким ножиком поработаешь, то возникает вопрос, а нафига? Ну, нафига? Скажем, разумные нагрузки он по-любому выдержит. Никуда не денется, выдержит. То есть, скажем, свое предназначение ножа резать, строгать, там, добывать лучину вам для костра, что-то еще, там, резать, какие-то, кустарник даже перерубать, там, именно, не большой какой-то, а вот, в рамках разумного. Он будет выполнять гораздо, гораздо лучше, чем большой нож. И я могу честно сказать, не переубедил я себя. Нож классный, замечательный, походный нож, и все равно, ну, единственное решение, которое вот я для себя, например, вижу, это если идти куда-то там с ночевкой, всерьез, ведь я же понимаю, что у нас как такового леса, такого гигантского и нет, то есть, ты можешь просто это моделирование ситуаций, ты можешь идти в лес хоть без ножа, но останешься, ты там без ножа, сломаешь ты его, но цивилизация, это все равно довольно недалеко, но предположим там какой-то действительно выход, когда бывают случаи, когда, ну, скажем, нет возможности вернуться в цивилизацию, надо выполнять какие-то условия игры, и то я возьму вот этот нож для того, чтобы он у меня висел на поясе, вернее, нет, я возьму этот нож для того, чтобы им работать, и он у меня будет в рюкзаке, наверняка, потому что он рабочий, а не крутой, ну, то есть, понимаете вы я, о чем, он работает, он не производит впечатление, в первую очередь на меня, поправлюсь, раз уж у нас такой монолог, на меня этот нож производит впечатление работой, но он не производит впечатление на меня, как на, я не знаю, там, альфа-самца, брутала, блин, милитариста, туриста, то есть, вот для этого мне нужен какой-нибудь тесак на бедро, мощнейший, там, 5 миллиметров по обуху, сантиметров, там, я не знаю, 20 на клине, чтобы идти, и от самого себя охреневать, насколько я крутой, курицу просто замечательно режет, просто замечательно, а при этом, вот эта вся крутизна, то есть, конечно, я, если попадаю в лес, то я чисто из какого-то, скажем, мазохистского, именно нажиманского удовольствия, я дроват для костра заготовлю, нет, нет, не топором фискарс, он вообще все это время пролежит где-нибудь в рюкзаке или в багажнике машины, нет, именно с учетом того, что мы здесь не просто так собрались, а по поводу товарищей, я вам рассказываю просто реальный сценарий наших вылазок с мужиками на озеро, так вот, так как мы здесь все разбираемся, в ножах, то дрова для костра мы заготавливаем исключительно ножами, потому что иначе неинтересно, топором любой дурак сможет, ну так вот, и будет у меня какая-то такая вот железо, там 800 граммовая болтация на бедре, очень все тактично, очень все круто, а работу все сделает вот этот корсар, всю работу, я вам могу сказать так, что если человек здравый, не такой как я, а действительно здравый, вы просто возьмете с собой вот этот нож, и больше не будете запариваться ни на что, ну в идеале этот нож плюс топор, это вообще идеально, вырезал вырезал филе из грудины просто на ура, вообще я могу сказать, почему сегодня так мало комментариев к работе ножа, потому что нож работает идеально, скажем так, это хороший достойный уровень кухонного ножа универсального, и если воспринимать его как нож именно походный, как нож для выхода, то это пять с двумя пятерками и тремя восклицательными знаками, если вы берете корсар куда-то вот в поход, приготовление пищи вам будет просто доставлять удовольствие, потому что вы на процессе вообще не будете сосредотачиваться, вы будете вот как я сейчас стою, болтаю, так и будете любоваться там природой, слушать птиц, пока в конце концов не отхерачите себе пол пальца, одним словом, я это обязательно скажу на обзоре, но сейчас я это просто должен сказать, я очень надеюсь, что компания Кизляр Суприм, которая в этом году вот этот замечательный нож выпустила новинкой в 2016 году, я очень надеюсь, что они на этом не остановятся и запилят еще хотя бы пару-тройку таких вот ножей походных, именно с небольшим обухом, с таким монтажом рукояти, ну может быть чуть-чуть потолще, но чтобы они, одним словом, чтобы они эту вот идею, которую они заложили в этот нож, ни в коем случае не забросили, а развивали как-то именно в других новых ножах. Увидимся на обзоре, спасибо за просмотр, всего доброго. до новых